мы победим рот фронт здорово александр давно не видели уже весна на улице вовсю все тает ну как бы да весна весна это хорошо саш ты в курсе до событиях которые тут происходят у нас они тем более на моей родине а ну ты ждать и шесть из подлуган ну да шахтерский поселок его видишь как но это же очень хорошо да что мы естественно бля я ждал этих событий путин молодец вообще увожу молодец вчера приняли закон ну да о том что независимости лнр и днр то есть и оказывается был в курсе всех событий все это время следил за ним но следует родина я думал даже мы шутцам съели сколько бухали блин году санек типа они должны быть ответить я еще при жизни хочу увидеть как они отвечать вот а ты в каком шахтерском поселке родился а вчера его по телеку показывали то есть мы поступили правильно да не что россия вписалась за своих пацанов наконец-то наконец это очень хорошо а вот то что вот сейчас вот они там грозятся какими-то санкциями там народах ебать с этими санкциями проживем и не такое проживали ну да 90-х выжили а сейчас тем более все на эти которые вы воевать но попал куда им это уже уже раз повоевались россии много принц получили пизды а как ты думаешь что вообще там воюет кто-то с украины идет что в регулярной части какие-то или ты живы ярны чего как они это наемники да а вот там эти два бтр какие-то прорвались 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 от обстрела уходили а там же граница она весьма такая раскуливчатая его может быть они уходили от обстрела и прорвались на территорию россии хорошо их ебать за два бета не бетер бмп и сколько пять человек погибли убили этих хохлов по-моему одного брен взяли ну а как вот ты думаешь вот сейчас санкции ведут вот какого плана это санкции будут что нам то я даже не знаю что не учишь что я не знаю вот ты вообще носил антидепрессант охрененные люди амил назывался швейцарский но вот 30 таблеток такая коробочка по 25 миллиграмм 30 таблеток и все и вот как санкции начались и их нету а вот плане как бы а сейчас я французский пью препарат антидепрессант короче не главное чтобы короче плевали бы на эти санкции проживем без айфонов их них нам айфоны не нужны тем более у нас на них денег нету если что будем он пользоваться телефонами которые мтс выпускают ну да и как бы плевать там я знаю людей у которых компьютеры он pentium 2 pentium 3 стоят знаю даже одного типа кого pentium 1 есть и ничего живет музыку на винилах слушает и на кассетах вообще по барабану тем более сейчас он стали винил опять выпускать так что переживем эти санкции но до рубль сейчас вот упал он сейчас сама нестабильная валюта даже ниже чем турецкая лира он стал но нам все равно плевать втб ипотеку повысили ну а что ипотека у нас кредитов нет нам плевать никаких ипотеки мы не брали что там еще но сказали что квартира отдадут беженцам которые ну типа россиян те которые умерли от коронавируса но если стоят пустые квартиры почему бы не отдать 13 зарплату сказали беженцами отдать ну так ладно чё отдадим 13 зарплату раньше тоже во время войны облигации государственного займа были как бы потом вроде как бы возвратили кому-то кому-то может и не возвратили такую войну пережили но за деды но заняло государство значит надо тогда мы же в россии живем все-таки зачем нам тут нужны шагающие по улицам американцы не нужны нам они здесь нам и так хорошо где ж тут у нас то и долларов нету и не евро и зачем мы тут к рублям привыкли к деревянным и хорошо нам отлично так что решение правильная давно чем можем тем поможем сколько тут на орловщину собрались 900 до человек 800 900 до человек но разместят их там где-нибудь там в этих пионерских лагерях ну да все равно там никого в этих пионерских лагерях не мой на консервации я только не знаю не знаю чего не тут режим чс собрались вводить я не понимаю правда за для чего там слушай а как вот ты думаешь вот эти вот беженцы они там они все вот настоящие беженцы это могут какие-то террористы затесаться могут да как вот их проверяет интересно не как а ты представляешь сколько сейчас народу сапа приедет вот как но надо с ними фсб работает или нет ли прям так вот все прям идут вот на коронавирус проверили все мне кажется разведка должна действовать мне тоже кажется наверно да разберутся и с этим так что все будет наверное хорошо ситуация стабилизируется но тут ты слышал там это китай там что-то теперь на америку попер какими-то санкциями там грозит у них же там тоже ситуация непростая там америкосы тайвань накачивают оружием как бы хотят там какую-то херню тоже устроить заебали не лезут везде лезут блин замахали да что вот мы всю жизнь тут считай прожили блин как бы при вот этом строе и чё блин хуже нам не стало ничего сверхъестественного мы не получили ну и как бы и ничего такого особо плохого здесь не случилось а в америке небось это деньги надо платить чтоб на лыжах побегать скорее всего и дороги у них там автобаны платные так просто не поездишь и машину просто так на улице не бросишь сразу штраф тебе приклеит вот так вот там у них нам такого и не надо от мы тут он вышел на улицу о поссал где захотел ты прошу там что там за самогоном сбегал вон там малышня за гаражами курят а там хрен за самогоном сходишь хрен за в гаражами покуришь так что все нас здесь устраивает у нас тут и лес рядом захотел в лес пошел картошку попек курей из пятерочки пожарил классно все как-то так главное я саждаешь чё думаю вот первые полгода бы не прослабить вот с этой все канители а там они как бы сами на попятную пойдут скажут да ну нафиг да и все такое потому что мы тоже можем санкции ввести газ перекроем газом перекроем нахер и уголь тоже что то мы еще им даем да да хрена что даем и металлы различные тяжелые не будем давать да по-русски говоря он сказал этим на западе которые все тебя будет типа возражать пиздить я скажу путину чтобы он развесел здесь свое наступательное оружие ядерное во 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 лукашенко молодец вот лукашенко молодец еще на кубе бы обратно бракеты бы поставить бы как при ссср и тогда вообще там начали все потеть бы а то ниже что задумали на украине там хотят свои бомбаузы разместить не помню короче зеленского показывает женой на бомбардировщики летает не мы за закоханы влюбленные закоханы но то не закоханы и там все закоханы и в америку